В выходные на спорте решили провести более сотни юных вологжан. Площадка «Русского дома» превратилась в одну большую гейм-платформу и собрала любителей управлять джойстиками и нажимать на клавиши. Сегодня проходит турнир по FIFA, у меня лично. Я пришёл, думаю, выиграю. Суперкруто, в Вологде давно такого не было. Всё началось с X-гейма очень давно. Всего сразиться можно в трёх играх. Mortal Kombat XL, FIFA 2019 и Dota 2. Отборочные турниры начались ещё в прошлую субботу. Сегодня геймеры сыграют в четвертьфинале, полуфинале и финале. Все поединки транслируются тут же на большом экране и в сети интернет. Мы играем сегодня, как вы видите на мониторе, это Dota 2. Наша команда находится за моей спиной, она называется «Пожилой Флекс». Мы её назвали так, чтобы всем было смешно, чтобы мы играли от души и не думали о игре, когда находились в ней. Это командная игра. Главная задача команды – разбить вражеские строны или чтобы команда противника написала фразу «джи-джи», которая в переводе с английского переводится «good game» или «хорошая игра». Надо выиграть. Правила Dota просты. Вводи мышкой и вовремя нажимай на клавиши, стараясь обыграть виртуального противника. В команде пять человек. Столько же и в стане соперника. Павел играет чуть более двух лет, но уже готов поделиться знаниями с мэром Вологды. Сергей Воропанов познакомился с работой IT-форума. Готовились, будем играть, выигрывать, побеждать. А вообще как можно подготовиться? Надо наигрывать очень много часов, развивать свои навыки. Мы молодцы. Сегодня концентрация мероприятий направлена все на молодёжь. И сегодня мы находимся в русском доме, где проходят соревнования по киберспорту. Пришли командами, пришли заряжены на борьбу. Отличное настроение, горят глаза. И видно, что ребята ставят перед собой цель, и к этой цели идут. Ребята очень интересные, позитивные, прогрессивные. И мы надеемся, что вот эти ребята создаст платформу будущих кадров для наших ведущих предприятий IT-отрасли. Сегодня ещё один насыщенный день в рамках 10-го IT-форума в Вологде. Он собрал порядка 11 тысяч человек, из которых 3,5 тысячи детей. Презентационные площадки последних достижений развернули ведущие компании IT-сферы. В программе форума круглые столы и конференции. Открытые уроки, семинары и тренинги. Эти финальные игры в рамках турнира IT-геймс 2019 проходят при поддержке клуба IT-директоров и администрации Вологды. Этот турнир станет одним из регулярных. Вообще турниров у нас проходит достаточно большое количество. То есть мы участвуем в различных городских проектах, в таких как «Дыхание улиц», и поэтому у нас регулярные соревнования бывают при поддержке Горкома 35. Мы стараемся развивать это направление и показывать правильные эталоны, примеры поведения для молодёжи. То есть, например, с Молочной хозяйственной академии мы недавно проводили турнир, где ребята сначала проходили ГТО и тем самым подтверждали регистрацию на киберспорт. Ещё одна интерактивная площадка для молодого поколения открыта в УСК КВ «Лагданаконева-2В». С инновациями знакомятся школьники и студенты на фестивале IT-поколения «Цифровое будущее». Мастер-классы и обучающие программы предложили частные и муниципальные учебные центры, компьютерные клубы, центры доп. образования и учебные заведения. Завершит молодёжный IT-фестиваль, развлекательная программа, брейк-данс-баттл, IT-пати с подарками и концертными номерами. Десятый IT-форум в Вологде завершит свою работу сегодня, 6 апреля.